Привет, с вами канал PowerDevice и сейчас мы поговорим о записи входящих и исходящих звонков на смартфонах Realme. Итак, друзья, первым делом вы должны знать, что на смартфонах Realme запись звонков зависит от прошивки смартфона. Давайте зайдем в настройки, о телефоне. Здесь нажимаем версия, нужная нам строка номер сборки. Запись разговоров на ваших Realme зависит от версии прошивки. Как вы уже поняли, посмотреть ее можно вот в этой строке. К примеру, в моих руках сейчас смартфон Realme GT Neo 2. Версия прошивки здесь для России. В большинстве случаев таких версий запись разговора у вас будет из коробки. Она даже не будет предупреждать собеседника о том, что вы начинаете запись. Обычно на таких российских сборках после вот этих четырех цифр, в моем случае это 3370, стоят еще буквы PU. Либо сборка может быть как в моем случае. Этих букв нет. В евроверсиях сборки после вот этих четырех цифр 3370 стоят буквы EU, то есть евро. Смартфоны с такими сборками в основном продаются для стран постсоветского пространства. И в большинстве случаев там будет заблокирована запись разговоров. В целом есть несколько способов, как активировать запись разговоров на смартфонах Realme. Первый способ, который можно использовать, это смена региона. К примеру, у вас смартфон с европрошивкой. И здесь выбрана Украина. Если вы просто смените на Россия, ничего не произойдет. Нужно менять регион на уровне прошивки через специальную программу на вашем компьютере. Друзья, сразу скажу, что такие способы я не приветствую. Так как, например, из коробки у вас идет европрошивка. И смена региона может повлечь за собой какие-то ошибки. Например, то же обновление по воздуху зависит от вашего региона. Также есть еще один вариант, который может вам подойти. Но сразу скажу, друзья, что этот вариант подойдет не для каждой прошивки. Он может подойти как для европрошивки, так и для российской, на которой нет записи звонков. К слову, скажу, что на некоторых российских версиях также нет записи разговоров. Так вот, друзья, у меня установлена звонилка на моем Realme GT Neo 2, на которой без проблем работает запись разговоров. При этом, как я уже говорил, она даже не будет сообщать собеседнику, что начата запись разговоров. По стандарту эта функция на моем смартфоне уже активна. Также можно поставить галочку «Запись всех вызовов». Тогда записи каждого разговора будут происходить автоматически. Так вот, версии именно с моего смартфона, звонилки и контактов я извлек в АПК-файлы. Ссылки я оставлю внизу в описании. Вы сможете скачать приложение «Контакты» и «Звонилка». После того, как вы скачаете два АПК-файла «Звонилку» и «Контакты», установите их на свой смартфон. Возможно, установка произойдет просто как обновление. Если ваша «Звонилка» и «Контакты» с помощью моих АПК-файлов обновятся, зайдите «О приложение». Здесь вот в этом углу появятся две точки. Это будет означать, что обновления установлены. Также, как видите, отсюда же их можно будет удалить. После всех проделанных действий, если ваша версия прошивки совместима, то вот здесь у вас появится запись разговоров. К слову, обращаю ваше внимание, что «Телефон» и «Контакты» — это два разных приложения. Чтобы зайти в настройки телефона, нужно включить вот эту вкладку, а потом нажать на две точки. В «Контактах» — свои настройки. В настройках телефона, как я уже показывал, можно активировать постоянную запись разговоров. С этой галочкой вам не придется активировать запись вручную. Также скажу пару слов о некоторых полезных настройках вашей «Звонилки». Помощник в роуминге. Эта галочка должна быть включена. Если вы отправились путешествовать куда-то в другой регион, то с ее помощью смартфон будет автоматически подбирать код региона, в котором вы находитесь. Далее здесь в настройках вы можете активировать вспышку при вызове. То есть при входящем вызове ваш смартфон будет подавать световые сигналы вспышкой. Для кого-то это может быть очень полезным. Также здесь можно включать или отключать вторую линию. Настройки оператора связи. Дополнительные настройки. Параллельный вызов. Это и есть вторая линия. Итак, друзья, что же делать, если на вашем Realme нет записи разговоров, а установочные АПК, которые я вам дал, не помогли? В таком случае нам поможет уже проверенное приложение Cube ACR. Скачать его можно как в Play Market, но также под видео я оставлю ссылку на полную версию без рекламы. Можете скачать ее. Друзья, по сути, это безотказное приложение, которое спасло уже много пользователей. На тех же смартфонах Xiaomi очень большие проблемы с записью разговоров. Даже если их там активировать, то они предупреждают собеседника о том, что началась запись. Но вот это приложение позволяет записывать разговоры без всяких предупреждений. Особенно хорошо оно работает со смартфонами Realme. На этом этапе предоставляем все разрешения. Все это уже проверено, не бойтесь этого делать. Также включаем ACR-коннектор. Нас перекидывает в специальные возможности. Листаем немного вниз. Находим скаченные приложения Cube ACR. Ставим вот эту галочку. Также на правильную работу может повлиять оптимизация батареи к этому приложению. Если в дальнейшем у вас это приложение будет работать как-то некорректно, можете сюда зайти и поставить вот эти две галочки. Возвращаемся к настройке. Приложение у нас спрашивает, нужны ли нам геотеги. Если мы нажмем «Да», то приложение будет отслеживать, где именно совершалась запись разговора. То есть улица, дом и так далее. Конечно, если вам это не надо, то для экономии батареи я нажимаю «Нет». Данное приложение может записывать звонки не только вашего оператора, но также WhatsApp и Telegram. Итак, друзья, как только вы зашли в приложение, нажмите вот эту сноску. Убедитесь, что вот эта галочка включена. Далее нужно зайти вот в эту вкладку «Запись». Убедиться, что также включена и вот эта галочка «Автозапуск записи». Еще советую зайти в «Прочие». И вот здесь самый верхний пункт, нажимаем на него. Я лично включаю здесь виджет. К этому нужно дать дополнительное разрешение наложения сверху. Теперь, друзья, если вы кому-то звоните, то появляется вот такая сноска. Как только начинает идти звук, запись автоматически активируется. Все записи сохраняются на главной странице приложения, вот здесь. В общем, друзья, это самое проверенное приложение для смартфонов Realme. С помощью него вы без всяких танцев с бубном сможете записывать ваши разговоры. Всем, кто досмотрел до конца, отдельное спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. По традиции, желаю всем только качественных девайсов. Ну и, конечно же, скоро увидимся на ютубе. Пока-пока.